Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Наконец-то прилетела моя заветная посылочка, я получила наш стульчик для кормления. По названию этого видеоролика и, конечно же, по упаковке передо мной, вы уже знаете, что мы выбрали стульчик для кормления TripTrap от новежской компании Stoker. Сегодня вместе с вами мы будем распаковывать эту красоту, покажу, какие аксессуары я еще приобрела, расскажу, почему именно этот стул я выбрала, ну и, конечно же, самое главное, будем вместе с моим малышом тестировать этот стул и посмотрим, как же он в него сядет в первый раз. Перед тем, как купить конкретно этот стульчик, я изучила огромное количество других вариантов, но когда изучала этот, я получила огромнейшее удовольствие от самого процесса, поскольку вспомнила и с головой окунулась в свою додекретную жизнь. Те, кто со мной знакомы, вы знаете, что до своего замужества и декрета я 10 лет работала в сфере дизайна интерьера. И вот одним из направлений, которые я изучала очень детально в последние годы, это как раз-таки скандинавский дизайн. Я имела возможность изучить последние 100 лет этого направления, самых больших скандинавских дизайнеров. Ну и, конечно же, в своей работе имела возможность посетить производство самых передовых компаний, которые как раз-таки производят продукты в скандинавском дизайне. Я влюбилась в это направление, начиная от внешнего вида каждого продукта, заканчивая философией скандинавского менталитета в центре, в которой стоит человек и семья. И, конечно же, куда без детей. Особой эту вещь делает как раз-таки ее история. В первый раз этот стульчик был разработан в 1972 году. Представляете, в 1972 году. Дизайнер Питер Обсвик, это индустриальный дизайнер, который живет в Норвегии, он в своей карьере спроектировал огромное количество стульев, но преимущественно это все стулья для взрослого человека. И когда он однажды обратил внимание на своего 4-летнего ребенка, который никак не мог найти удобное место за семейным обеденным столом, он подумал, что пора спроектировать стульчик для его ребенка. И, конечно же, этим стулом стал Триптрап. Перед ним стояла очень важная задача. Он должен был спроектировать стульчик, который подошел бы новорожденным деткам, но в то же самое время, чтобы им могли пользоваться дети и постарше, вплоть до их школьных лет, ну и, в принципе, куда там говорить, до самого-самого взросления. И так как он в своей карьере спроектировал огромное количество разных стульев, то он понимал, что и в этом случае он должен руководствоваться самым своим главным принципом. Это эргономика и удобство человека. И причем, неважно какого человека, маленького, взрослого, этот стул должен быть удобным для всех. И когда он представлял для себя удобный стул, то он понимал, что в этом стуле человек должен иметь возможность менять позиции, крутиться, вертеться. И только тогда, когда человек может свободно двигаться, он имеет возможность действительно сидеть комфортабельно. И тут, конечно же, встал вопрос по поводу размеров человека. Естественно, самый маленький ребенок он отличается от взрослого человека. Но у всех людей самых разных комплекций есть один параметр, который сходится. Это соотношение нижней части нашей спины, которая эргономично и удобно должна сесть и облокотиться на спинку стула, и высота нашего локтя. Исходя из этого, он понимал, что основание этого стульчика, оно может оставаться одним и тем же, как для ребенка, так и для взрослого человека. Все, что в этом случае нужно поменять для того, чтобы этот стул стал удобным для всех, это высота и глубина сидения, и также высота и глубина подножки. И вуаля! Именно это он сделал с этим стулом TripTrap. Собрав этот стульчик, я понимаю, что в нем сможет сидеть не только мой ребенок в его годовалом возрасте, этот стул будет ему служить аж до пенсии. Ну что ж, подруги, давайте будем разбирать наши коробочки, расскажу, какие аксессуары я для этого стула приобрела, и, конечно же, будем его собирать. Итак, здесь у меня сам стульчик, его я заказала в туманно-сером цвете. Также на упаковке видно, как можно использовать этот стул, начиная от самых маленьких деток, которые располагаются в этом стуле при помощи специального шезлонга, и также заканчивая абсолютно взрослым человеком, сидение и подножка которого регулируются как раз-таки под рост взрослого человека. Это все запчасти нашего стульчика, через минутку будем его собирать. Покажу, что еще заказала для моего малыша. Первое, что заказала, это Baby Set, как раз-таки по возрасту моего малыша. Это специальная пластиковая вставка, которая крепится на стульчик и позволяет ребенку безопасно в нем сидеть. Также на всякий случай заказала ремни. Не знаю, насколько они нам понадобятся, но, во всяком случае, я знаю, что если дети сильные непоседы, то ремни для большей безопасности в этом стульчике нужны. Несмотря на то, что Baby Set, он держит малыша в этом стульчике достаточно плотно. И также для большего комфорта я ему заказала подушку. Она называется классическая подушка TripTrap. Не стала ничего придумывать. Взяла такой очень привлекательный серый оттенок, который как раз-таки, сами можете судить, по моей кухне идеально нападет. И к самому стульчику тоже подойдет, поскольку он у меня вот такой вот туманно-серый. Подушка сделана из хлопка, абсолютно безопасна для малышей, экологически чистая, можно стирать. В общем, удобно, все как надо для детей. И также для тех случаев, когда ребенок будет находиться в своем стульчике, но не будет сидеть за взрослым столом, я на всякий случай ему заказала вот такую вот столешницу. Эту столешницу к стульчику можно прикрепить независимо от того, есть на стуле бейбисет или нет. Так что я думаю, что в любом случае мы ей пользоваться будем. Ну что ж, давайте собирать наш стол. Сегодня TripTrap производит норвежская компания Stokia, которая была основана еще в далеком 1932 году. Целых три поколения. Эта компания была семейным предприятием, которое производила мебель. Когда ты покупаешь продукт столь давней компании, ты понимаешь, что у этой компании есть долгая-долгая история. А если у нее есть история, то это означает, что у нее есть традиции. А традиции, они, как правило, приводят к высокому уровню мастерства. И поэтому сегодня, когда я выбрала именно этот стульчик, я уверена, что этот стульчик будет служить нам очень долго, поскольку он очень высокого качества. Произведен он из древесины бука и окрашен нетоксичными безопасными красками. Продолжение следует... Питер Обсвек этот стульчик назвал TripTrap. В переводе с норвежского это означает топ-топ. Этот звук он использовал, когда своему сыну рассказывал сказку про трех коров, которые переходили речку через мост. И для того, чтобы отобразить звук шагов, он использовал топ-топ. Создавая этот стульчик для своего сына, помимо всего остального, Питер Обсвек преследовал очень важную цель. Он хотел, чтобы вся семья, включая маленького ребенка, сидела за одним большим семейным обеденным столом и принимала пищу вместе. И дело здесь было не только в самой пище, а как раз таки в скандинавской философии семьи, которая говорит о том, что семья должна проводить время вместе. Общаться и получать от этого позитивные эмоции. И где, как не за обеденным столом, это можно сделать лучше. В Дании и Норвегии есть замечательное слово хьюге. Это слово, оно символизирует все, что связано с комфортом, со спокойствием, с отдыхом, с общением со своей семьей, нахождением дома. Хьюге означает очень теплые вечера, за чашечкой горячего какао, в присутствии своих любимых друзей и семьи, и за долгими-долгими разговорами. И, кстати говоря, по статистике именно скандинавы наиболее всего пользуются свечами. На каждого скандинава приходится килограмм воска в течение года. И все это для того, чтобы создать самую уютную и комфортабельную обстановку в своем доме. Один только шестичасовой рабочий день в Швеции говорит о том, насколько скандинавы любят находиться дома и любят проводить время со своей семьей. Так вот, представьте, если эта вся философия, она настолько пронизывает ежедневную жизнь каждого взрослого человека, с какой же любовью они относятся к своим детям, и как же они заботятся о комфорте своих детей. Ну что ж, я закончила со сборкой этого стульчика. Сейчас сижу одна на кухне и радуюсь, насколько эта вещь красивая. Стульчик, он действительно великолепный. Начиная от качества материалов, от качества отделки, от цветов, от того, как вместе все играет, этот стульчик просто невероятно красивый. И он, на самом деле, еще один раз просто напомнил мне, почему я так люблю скандинавский дизайн. Смотря на этот детский стульчик, я вспоминаю легендарный стул Ханса Вегнера. Ханс Вегнер, кстати говоря, еще один скандинавский дизайнер. Он, правда, жил не в Норвегии, а в Дании, и его до сих пор в мире скандинавского дизайна называют королем стульев. Он спроектировал сотни стульев, но самый его легендарный и популярный во всем мире – это Wishbone Chair. Его он спроектировал в 49-м году, и на этом стуле сидели все, начиная от Уинстона Черчилла, заканчивая Обамой. Почему этот стульчик сравниваю именно с ним? Потому что оба этих стула, они удостоились своих перманентных мест в музеях. Wishbone Chair от Вегнера, он экспонирован в музее Метрополитен в Нью-Йорке, а вот этот маленький красавец, он экспонирован в музее современного искусства, также в Нью-Йорке. И тут моя душа поет, ну что может быть лучше, чем вот такая красивая, функциональная и безумно качественная вещь, которая помимо всех этих прекрасных преимуществ, она еще имеет такую историю. И когда ты ежедневно кормишь своего ребенка, ты понимаешь, что он сидит в легендарном кресле. Круто? Мне кажется, очень круто. Ну а если говорить про то, как взрослый человек может сесть в этот стульчик, то здесь все очень-очень просто. Питер Обсвик, он также предусмотрел самое идеальное положение сидения для взрослого человека. В качестве сидения для взрослого человека он рекомендует использовать подножку, установить ее на четвертое положение сверху и удалить нижнюю металлическую перекладину. Предлагаю превратить этот стул из детского во взрослый и проверить на моей собственной пуфе. Я со своей стороны точно могу сказать, что стул нереально удобный. Интересная штука, которую я заметила еще годы-годы назад, когда впервые тестировала стулья скандинавского дизайна, так это то, что они все выглядят очень минималистичными, очень такими твердыми и на самом деле с виду даже неудобными. Но когда ты в них садишься, ты понимаешь, что эти люди знают, что такое эргономика. Они реально очень-очень удобны. Кстати, для максимального комфорта здесь еще можно прикупить подушечку. Еще одной фишкой этого стула может стать гравировка, которую стоки предлагают нанести на спинку этого стула. Такая надпись будет обозначать владельца. Ну, сейчас, когда я уже в нем посидела, я как-то бездно писать на нем имя РМ или мама. Ну что ж, стульчик наш собран. Малыш уже сидит, ест свой полдник. Я могу с уверенностью сказать, что в этом стульчике ему очень удобно и сидит он эргономически правильно. Его спинка прямая, коленки согнуты под углом 90 градусов, есть очень стабильная и хорошая подножка, которая помогает ребенку еще более удобно сидеть. И локти, они находятся как раз-таки на уровне столешницы. Следовательно, ребенок сидит правильно, ему удобно и он может очень комфортно принимать свою пищу. Пока во благо экономии времени мы решили не устанавливать ремни, установили всего лишь для них крепление. Но уже сейчас я могу сказать, если ребенок под пристальным и непрерывным вниманием и надзором родителей сидит в этом стульчике и без ремней, то комплект Baby Set его держит достаточно стабильно. То есть для него практически невозможно из этого стульчика выбраться, но в то же самое время он сидит достаточно свободно. То есть у него свободны ножки, свободны ручки, он свободно двигает корпусом и видно, что ребенку действительно комфортно. Для себя мы решили все-таки эти ремни приобрести и будем ежедневно ими пользоваться. Что мне очень нравится здесь, так это то, что между ребенком и самим столиком очень-очень мало пространства. Следовательно, это означает, что еда не будет проваливаться ему на коленки, а для мамы это, конечно же, меньше чистки и меньше работы по уходу за этим столиком и стульчиком. После вот таких вот обедов, завтраков, ужинов, когда ребенок разбрасывает всю свою еду, мыть этот стульчик для мамы сущее удовольствие, поскольку в Baby Set он отправляется в посудомоечную машину. Это просто супер. Подушка легко стирается, ну а сам стульчик достаточно протереть влажной тряпочкой. В комплект Baby Set включены удлинители полозьев. Они устанавливаются на заднюю часть стульчика и используются для тех случаев, когда ребенок, сидя за взрослым столом, решит от него оттолкнуться ручками или ножками. С этими удлинителями стул не перевернется, а будет просто скользить назад. Удивительно, пользуясь этим стульчиком, я вдруг поняла, что нет никакой необходимости в колесиках. Его очень легко перемещать с одного места на другое, но в то же самое время он очень стабильный. Слушайте, вот таким вот способом мой ребенок очень легко и просто идеально сел за взрослый стол. Да? Похлопай! Похлопай! Я думаю, что отныне все наши завтраки, обеды, ужины мы будем принимать именно в таком виде. Все вместе за взрослым семейным столом. Для нас это больше общения, больше контакта, больше близости, а для него на 100% это лучше развитие. Ставьте нам лайк, если вам понравился наш стульчик. Пишите в комментариях, каким стулом пользуетесь вы. Ну, а мы с вами увидимся в следующем нашем видеоролике. Пока!